Причинами приобретенной аортальной недостаточности, проявляющейся аортальной регургитацией, может быть поражение створок при ревматизме, инфекционном эндокардите, сифилисе, атеросклерозе, травме сердца, а также вальвулит на фоне тонзелита, эксоматозная дегенерация створок артального клапана, аневризма восходящего отдела аорты, стилитации артального фиброзного кольца. При ревматизме створки артального клапана спаиваются в области комиссур, кальцинируются по краям, укорачиваются, и часть крови из аорты поступает назад в полость левого желудочка. В некоторых источниках в качестве эхокардиографического признака артальной регургитации указывают на систолическое дрожание створок артального клапана при исследовании в М-режиме, но этот признак часто встречается в норме и не является специфичным для этого порока сердца. Теперь рассмотрим достоверные эхокардиографические признаки артальной регургитации. Это диастолическое дрожание передней створки метрального клапана в результате того, что струя артальной регургитации в диастолу препятствует ее открытию. Кроме того, происходит дилатация левых камер сердца, поскольку компенсация гемодинамики идет за счет этих отделов. В данном случае передний-задний размер левого предсердия при измерении в Б-режиме по длинной оси парастернальной позиции составляет 5,24 см, при норме до 3,8 см. Конечный диастолический размер левого желудочка при исследовании в М-режиме составляет 8 см, при норме до 5,6 см. При Доплеровском исследовании выявляется струя артальной регургитации. Она начинается сразу со щелчком закрытия артального клапана и заканчивается щелчком открытия артального клапана. В данном случае скорость потока регургитации составляет примерно 2,3 м в секунду. При цветовом Доплеровском исследовании струя артальной регургитации представляет собой трубулентный поток, направленный в сторону левого желудочка. На экране увеличенное изображение артального клапана в Б-режиме парастернальной позиции по короткой оси. Видны уплотненные, укороченные, не смыкающиеся створки с кальцификатами на концах.